Это любимый матчап Брайта после Синээй. Да, это знаменитые мумы с двумя силовыми стражами. Такла много, кстати, смотрите. Два такла, третий такл убиватор. Странно, кстати, что он не взял ПОшечку. То есть БТ, конечно, штука забавная. У него фактически новая БТ, ребята. У него фактически новая БТ. В какой-то степени. Спойлер, ничего интересного. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Как эти нехорошие эльфы быстро набежали. Ну, вообще, конечно, Блиц при такой... Как бы, при такой наглости эльфов это совсем страшно. Что-то ощущение, что это уже как бы инста... Инста ребята начали с 1.0. Даже не поругать Айбота, потому что... Ну, эльфы кинули... Мягко говоря, серьезную серию. Скатер, правда, в целом... Относительно удачный. Скатер, с которым еще можно хотя бы попытаться поиграть. Хотя, в целом, ситуация, конечно... Около аховая. Хорошо. Томб Гардиан взял ловелап. Че, кстати, взял спамайбот? Может, еще один дубль или силу? А я бы, наверное, все-таки продирался бы по-другому. Я бы делал бы Блиц вот сюда. После этого перестраивался с вот этим игроком и с вот этим игроком. А этим игроком я бы доджил с подбором и уходил бы налево. Но это сложная игра. Тут как бы тяжело что-то просить. Тут все равно все зависит от того, какие кубики прокнут. Броню или брейктакл? Ну, я понимаю, что теоретически есть некий отдаленный смысл взять броню на Ниглу. БТ не знаю, я бы СФ бы взял. Обидно с подбором 1-1. Я, может быть, еще подумал бы над плюс-мувом. Как ни странно, как ни странно, мне кажется, плюс-мув на тамбе по-своему прикольно смотрится. Спамайбот. Игра так устроена, что он так и так помрет. То есть нет смысла заранее держаться за игрока, у которого Нигла. К сожалению, он обречен. Отнесись к этому с пониманием. Отпусти его заранее. Играй лучшую игру вне зависимости от происходящего. Вне зависимости от снайпинга к Налисиуса. Что-то у меня удивительно хорошее настроение после того, как меня изнасиловали Нургли. Ну, айбот. Концептуальная идея... Хмырей построена на фулл контакте с четырьмя Томп Гардианами. С этим тяжело спорить. Это просто так устроена игра на хмырях. Это раз. Во-вторых, Да, конечно, броня усилит тебя в матчапах, в которых теоретически может быть рандомная смерть. Но! Так как вышка у нас на энное количество состоит из любителей подолбить друг друга коловцой под хвост, К сожалению, армор тебе мало чего даст. В итоге, что мы имеем? Ты думаешь, между навыком, который имеет не очень большую эффективность в реалиях Руба Бэлла, я имею ввиду армор, и навыком, который вроде как должен спасать игрока, чья концепция игры построена на том, чтобы наоборот пихать его в опасность. То есть, с какой стороны ни посмотри, тобой управляет скорее не логика, а страх. А это не самый лучший советчик при игре в Бладбоу, понимаешь, о чем я? А разве мувный, разве эльф не добегает в мяч? Я понимаю желание пофалить, получилось хорошо, но я вижу кубы в мяч. Ну вот, да, да, это очевидные кубы в мяч. Надо было как-то, не знаю, не очень хорошо сыграно, айбот. В смысле, я эти кубы увидел секунды за полторы. Ну, с другой стороны, я понимаю, что глаз слегка замыливается, и с хаями не так часто играешь. Абсолютно с тобой согласен, краби. Да изящные игры в тело. Ну, какая же изящная игра в тело без ПО, родной. Она так не работает. Ну, окей, игра немножко, немножко порадовала капельку. Таклы играют. Кажется, давайте выпьем за то, чтобы таклы играли почаще. Ну, вот смотри, ты тут не в тело играешь. Тут ты прям почти адекватно взял и сделал адекватный мув. Кого-то обманывает. налево. Это ошибка. Ну, это действительно ошибка, мне кажется. Неправильно поставил. Я бы, кстати, блицевал бы, наверное, не агилой. Я бы блицевал бы нижним я бы где там вот этим так листом вот там или вот этим может было спадить. Ну, скатер, кстати, печальный, но играбельный. То есть у Сержика сейчас будет попытка протолкнуть игрока, подобрать агилой и вот это вот все. Ну, да, это очевидно. Да? Это хороший правильный ход. Но вдруг он бы кинул 2-2 или еще что-нибудь. Но не везет, конечно, не везет. То есть здесь единственное направление игры осталось в виде бития в лицо и надежды, что битие даст свои плоды. Но сочувствую тебе, айбот. Действительно, матч максимально неудачный. Ну, скажем так, ладно, первый гол заставил тебя поплыть, а дальше, конечно, пошли привозы на психологии. Так что я сочувствую этому первому голу, но второй ты привез фактически сам. Я, конечно, не сомневаюсь, что эльфы с их набором навыков все равно бы тебя поджали, но не стоит давать эльфам шансы раньше времени. Вот я сегодня, например, справился с тельтом в игре с Кнолом. Меня это не спасло, но учитывая положение первого тайма, практически чудо господне, что я на второй тайм вышел в ситуацию, в которой почти довел до ничьи. Говорится, ничья была в одном 3 плюс броске. Жаль, что игра меня немножко не отблагодарила ничьей за хорошую игру. Так я был бы доволен, а так получилось, что Кнолисиус получил свою не очень логичную вендетту, если можно так выразиться. можно было для фала еще и силового подвести-то, а? Эх. Ну, не знаю, в целом-то у Сержика, например, прошлый сезон был довольно тоскливый после чемпионства. Вам так не кажется? А этот сезон я пока не смотрел так внимательно, сейчас гляну. А, так 4 победы из 4. Ух ты. Ну, с другой стороны, он играл против Метанола, с Вентаросом была борьба, Собака уана Багнон, там, как бы, Хаос плохо играет с Хаями. Ну, и Хмыри плохо играют с Хаями. Хотя дивизион-то в целом довольно удобный для Сержика, пока он не сыграл с Виталиктом и Шмелем. Вот с Виталиктом и Шмелем там, конечно, что-то может случиться невеселое. У Виталикта, правда, у самого пока крайне невеселый сезон. Он набрал, по-моему, одну очко в трех матчах. Это, мягко говоря, после выходов плей-офф провальный результат. Вполне метит на Хитмана в этом сезоне. На медаль разочарования. Начинает казаться, что Айбот очень хочет ударить пяткой кетчера. И у него даже для этого фактически все есть. Как говорится, лежа на земле ты никуда не убежишь. Дружеское напоминание. Ну, это такой севфолк. Минус приятный, но не более. Сюда бы, блин, еще дубль поймать. И будет так классно с двумя шестисильными гордовыми тамбами играть против башера. О, это вторая силовая линейка. Лол. Это линейка инвалид. Очень неприятно гореть 2-0 к пятому ходу. И выпал второй блиц. Серьезно. Подождите, я сейчас хочу посмотреть. А, он далеко. Все, я понял. Два блица за тайм. Где в этом тачбек нужен? Да! Вот это справедливо. Не в обиду Сержику, но тачбек в этой ситуации это справедливо. Если бы сейчас был бы второй блиц без тачбека, я думаю, что там айбот уже пробил бы земную твердь. Согласитесь, это было бы крайне неприятно. Я до сих пор, спустя уже столько лет, как, знаете, как Сней поговорил вот это вот про Лили Поттер, до сих пор вспоминаю, как Рингтейл схватил против меня четыре блица. Ёбкарный бабай. А шо там с Граддором случилось? Я думал, Хаи в мяч обыграли Граддора. Или вы таки хотите мне сказать, что не в мяч? Мэнни смог избить Хаями Граддора? О, два трупа. А кого убил? Правильно, кстати, подвигал игрока, потому что иначе давал проталкивание борьбы на мяч. Молодец. Офигеть. Это серьезная травма. А, ты этого не видишь? Ну, окей. Давай скажем так. Ты подсознательно твой мозг подсознательно собрал картинку и предотвратил опасность. Понимаешь? Как бы, как бы твой мозг без твоего участия смог предупредить опасность. Разве это не здорово? Ай, опасно. Да, киню он сейчас, конечно, там еще 2-2 было бы грустно. А сейчас начинает очень казаться, что придется ботешить. Точнее, не просто кажется, я уже почти уверен, что придется ботешить. То есть, сейчас будет попытка найти шестерку? А? Можно было дать контакт и ударить сюда с попытки найти шестерку. А, мы даже без БТ. Ну, БТ бесполезный навык, как бы. Все кидают свои 5+, 6+, даджи без БТ. Маг крайне унылый. И дабла сразу. Ну, слушайте, с одной стороны, конечно, да, Серджику не повезло. Притом, дважды за один ход, с другой стороны, он в этой игре получил уже два блица и ведет 2-0. То есть, я боюсь, что все-таки даже забитый сейчас гол Айбота не спасет его. Потому что, скорее всего, как бы, эти, можно было 3 куба дать, по-моему. Или нет? Нет, нет, вру, нельзя было. Так вот, потому что Серджик почти наверняка забьет гол. Ну, в смысле, хмырям даже с магом тяжело остановить хайо. И... потом хмыри просто из-за большого количества все еще эльфов на поле не смогут забить два мяча. это немножко неподъемная задача. Ну, магом, да, магом не очень просто пользоваться. Вот всегда залетает 5-5 в красные, когда тебе это не нужно. Ну, будет попытка потолкать шестую силу. Попытка интересная. А, нет, мы не толкаем. А, она же с эсэпом. Не, мы ее просто бьем. Ну, ясненько. В общем, ничего не получаем. А, мы хотим... А что мы хотим? Понятно, мы хотим пофалить муму. Ну... Она снеглой, кстати. Стоп, а как муму-снеглой оказалась на лосе? А точно стоило ставить на лос муму-снеглой? А что мешало на лос ставить муму-смб? Или мы заранее превентивно... О! Третий блиц за матч. Ничего себе. У нас тут открыта фабрика по производству блицов или что? что-то как-то их жирно сыпет. Но ее там где-нибудь с краю можно было приткнуть. ладно. просто странно от человека слышать разговоры о том, что мы хотим взять плюс армор, а потом мы ставим неглу на лос. это это не самая последовательная мысль айбот не осуждаю но не определенный айбот что-то судья сегодня очень чуткий в любой непонятной ситуации сразу свистит. откуда у нас вот эта поговорка про то, что не свисти и денег не будет? смотришь на блатбол там все свистят и у всех деньги ненавижу вот этот эльфийский смешок вот это он как будто в конце тебе добавит что-нибудь типа обоссан ужасно просто в этом есть какая-то прямо первобытная ненависть рерольчик ну вот шанс на даблу чтобы айбот сцепился шанса нет извините посец ой 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 скатер правда такой ладно ладно не ну это играбельно уточним это играбельно то есть тут вот свободный таклец есть с джагой который должен снимать борьбу там есть чем поиграть хотя и ситуация конечно вот блиц я правда делал бы с другого направления но кубики легли так что ой еще и минус дабл найс хорошо вот это прямо да так акцентируем борьбу а теперь изи дочь мумии с подбором солидарен вот это перемещение хорошее жаль кубики в агилу вот эту агилу очень хотелось повалить чтобы у агилы не было простого подбора вкладки ну относительно простого да сейчас у сержика ох ты опять без бт бт не работает как часы но я понимаю что это маг типа на ничейку то есть это это маг с идеей игры на ничью что мы готовы видимо сушить и играть но я не уверен что сложный вопрос мне не очень нравится этот маг честно он такой как бы слабо реализуемый посмотрим конечно что выйдет так вот ты зараза ох обидно очень обидно счастье было близко нет на самом деле айбот конечно практически по максимуму усложнил игру сержику но но агила сыграла но тут еще надо добавить что маг не сыграл на пробой ой негла эх нет обидно конечно обидно здесь натурально была очень тонкая игра и как бы все могло ральнуться абсолютно в любую сторону как там любят говорить ситар там игра на три результата маг маг был такой неочевидный но в общем ну обидно обидно шансы были хорошие то есть пробей он с мб или не подбери после зафейленного прыжка вилка вилка моментов там была большая конечно правда как обычно конечно игра предала и заказнила но что с нее возьмешь к сожалению блат боула склонен к бесконечной фрустрации я бы даже для блат боула подобрал бы такое выражение как фрактальная фрустрация о ну агилу это не остановит но мув красивый жаль агилу не ну там такл есть как бы вот если бы еще у мумы был бы такл непонятно айбот а не а из вышки 4 4 4 из вышки всегда 4 вылетает я что-то сначала прочитал как вылетают из среднего не из вышки всегда 4 вылетают с каждого дивизиона ну ты как-то рано начинаешь рассматривать концепцию вылета вы 4 тура сыграли да 4 тура это уже конечно приличная часть но еще рано хотя конечно вы там так устро ой ой игра игра так дразнит айбота просто вот ненавижу матчи в которых игра настолько цинично дразнит она как бы создает вот это вот ощущение постоянной такой полу борьбы а потом с тобой обязательно произойдет что-то крайне печально кстати мы видимо увидим наконец впервые работу в бт вау ну говорю игра тебя обманывает айбот игра просто тебя обманывает смотрите там три последних места это это вообще забавно три последних места по одному очку виталик гафи и айбот и потом следующие три игрока по три очка сопок метанол и вентерос страшно представить у египтянина пока три игры три победы мы что дорастем наконец до египтянина в плей-оффе с другой стороны после виталик то в принципе как бы добла с пробоем ох ну че у сержика три плюс два плюс на гол три плюс прыжок и два плюс это но он страхуется сначала агилой а да все нормально тут же горда нет я забыл тут сила вместо горда опять единич господи здесь здесь какое-то минное поле как будто ты вышел в парк погулять после 9 утра когда все собачники прошлись с учетом того что египтянин играет в этом туре с собаком я я вполне могу представить ситуацию при котором в топе фениксов с четырьмя победами блиц это третий блиц у сержика и четвертый блиц в матче я я я конечно понимаю что одна тринадцатая ивента как говорится работает довольно своеобразно но твердо и четко в рандомайзере нет никакой подкрутки ребята твердо и четко просто каким-то образом выпало четыре блица здесь конечно можно найти логику смотрите чем чаще забиваются голы тем чаще происходят ивенты и по такой логике конечно чем больше ивентов тем больше блицов на ивенте знаете у меня настолько поехала крыша что я уже стараюсь я уже пользуюсь аргументацией ситара да 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 спайдер есть такое я уже мини ситар хе 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 надо поменять ник в блатбоуле на мини ситар как вам идея ну опять парабой пришел откуда не ждали офф офф корс парня у которого нет ничего нет мне нравится мини ситар знаешь как вот был такой эээ фильм Остин Пауэрс да и там был доктор зло и мини мы нет нет вот именно твое наименование спа майбот это про окияму очевидно про окияму ситар доктор зло а я мини мы нормально мне нравится а а а этот а окияма это тот молодой хлыщ который был ребенком доктора зло я не помню как его звали красивую мифологию построил за полторы минуты а а я вот смотрю на нашу группу значит на последнем месте ваш бёрн с тремя лузами подряд ну там три раза подряд конечно происходили очень странные вещи потом по три очка сразу у хешика финдер госта ириш ребель боба и дарки до фокскета и вот дальше уже идёт такая мешанина четыре фланкер шесть у окиямы но он сыграл на одну игру больше семь у меня девять у тимона вот он окиямы переиграл в четвертом туре и прости господи девять очков у схрона просто представьте себе ситуацию ребята в одной группе в плей-офф рубла выйдет египтянин в другой группе в плей-офф рубла выйдет какой-нибудь хотя ладно там поадекватнее ну ладно а вышку вышку вот выйдет с одной группы какой-нибудь арт кости и бэт горилла с другой группы какой-нибудь схрон ещё там с группы мастер зен и опять начнётся вот это потрясающее потрясающее пати здорово это же не правда ли ребят такл такл играет представьте как вам здорово кому-нибудь попасть вот вот спайдер выйдет из своего там дивизиона а ему из новичков сразу закинут схрона мастера зена и ещё что-нибудь такое максимально угнетающее вот будет люблю бб за такое угнетение бесконечное в этом плане кстати в этом сезоне что-то у аданта тоже какое-то дикое угнетение я вот смотрю опять же забавно в драконах смотрите одно очко швета адант и колян 4 очка нордман непрокси и дио по 6 у рейна и хохи и по 7 у кобы и энфи там прямо интересно классный дивизион драконы прямо в этот раз я считаю удались я правда там вот заходил на стрим каданту на выходных и спрашивал как у него прошел матч с рейном и адант так немножко поскрепел зубами но в принципе объяснил что матч прошел не очень здорово я так аккуратно скажу адант был удивлен количеством адан адан был удивлен количеству удачных действий у рейна рейн правда как я понимаю был удивлен тем что с мб пошкой не выкосил всю команду вудов это нормально рейн он как саша киржаков я бил бью и буду бить только с по я думаю если бы эльфам еще можно было бы там одну клавсу взять вместо силы например я думаю он был бы счастлив в этом плане сержик в свое время поступил умнее просто нахапал агилы на хаоситах кстати ребятки а нагогрыз там не запустил например я сейчас посмотрю о отлично там правда очень странное название стрима которое звучит как где есть кнуть есть способ победы ребят это какая-то цитата откуда-то или я что-то не понимаю ну метанол надо было вырастить хуманов в 2300 все просто о метанол ты наконец познал дзенру ббл поздновато правда но мысль хорошая что-то сержика вроде как избили а вроде как и не избили странный матч я я вас сейчас ребята отправлю к многогрызу как вы на это смотрите поучитесь у него игре плотбол а я передохну хороший хоро пик кстати он так качался подосяло хорошо да что-то как-то не густо влетело хотя вроде смотришь кубы на травму и на ну по-ошки не хватает вот реально для того чтобы косить эльфов нужна ПО. Без ПО не косятся. Подбор хмыриный, конечно. Броня тоже что-то как-то не держала. В общем, грустненький вышел матч. Жаль, вот игра очень дразнила, конечно, Айбота.